Окей, я в тревоге. Извините, мы встали. Мы здесь, босс! Встреча с этой боссом! Встреча с этой боссом! Что это за инфляция?! Блин, рада вас видеть. Боссом, боссом! Убей их огонь! Теперь мы собираемся с этой боссом. Твою мать! Что ж ты, блин, какой... Ты брони бесполезный, да? Не успел! Да, блядь, выпустите! Я ж не вижу даже себя! Как с этими роботами бороться? Я вообще не понимаю. Опять я весь... Опять я сдутый просто в ноль. Давайте попробуем. Заморозку, блин, я не знаю. Наконец-то. Хорошо. Так. Так. Ага. Как же. Ух! Наверное. Как же. Ой, блин, какое муторное финальное задание. Господи ж боже ж ты мой, кто бы ожидал, а? Просто такого вот пиздеца, извините, самой французский. Ну все, нет. Сдох, наконец-то. Хватит играть в прятки, Дзиньяк. Это ничего не меняет? Вся твоя империя на пороге перемен. Я ж не успел нажать. Тебе никто не придет тебе на помощь. На последний империй Дзинь будет жить вечно. Наш мужик, че ты? То, что я электричество выбрал. Выглядит прикольно. Господа, может спасете вашего императора? Может меня убить, но мой народ отомстит за меня. Тогда твоя раса прикрепит твое существование. Захлопни пасть. Красиво. Да ты еще не понял? Сдавайтесь. Ну, конечно. Не, ребят. Я недоволен. Я дико недоволен финальной миссией. Просто. Может что угодно говорить и так далее. Это полнейшая херня какая-то, откровенно говоря. О, трон захватили. Прикольно. Почему бы, собственно, и нет? Действительно. Мне понравился его финальный жест руками. Типа, ну ок. Вот так вот запросто. Рук к руке. Это хрень. Похоже на меня, просто дурачишь. Хрень то, что убиваешь, это классика. Ну что, у меня будет прислуга или как? Господа, я Дзинь. Я ваш личный камердинер. Блин, штука прилипла к руке. Отличен, ДзиДжей. Мне нужно, чтобы мы были на одном уровне. Насколько технологически что-то там? По нашим представлениям, это самая разноциализация во Вселенной. Дзиньяк говорил моему другу, что может оснаить Землю. Это правда? Наполовину, правда, Ваше Величество. Земля была расщеплена на атомы. Это уже необратимо. Однако, путешествие во времени позволяет вам видеть Землю до ее уничтожения. Стоп, стоп, стоп. Путешествие во времени? Дзиньяк был в восторге от земной культуры. У него была навязчивая идея вернуться в эту точку и создать зверинец из своих любимых людей. Не дразните меня, Ваше Величество. Да, отправимся на экскурсию. Блин, эта хрень прилипла к руке. Ну, да. Что можно сказать по поводу всего происходящего? Наверное, в Science Rogue God of Hell я не сразу начну играть. Так, это у нас кто? Шанди же вроде, да? Да я это, скорее всего, на 100% заканчивать не буду. Что-то я сейчас так подумал, собирать эти дневники, еще что-то вообще неохота. Вот серьезно, просто, никакого желания. Как-то отбило у меня какое-либо желание. Вот эти вот, вот это финальная, точнее, миссия. Не, Мэтт, у тебя не получилось. Аиша. Такое ощущение, что здесь должны идти какие-то титры. Как будто бы. О, Укс. Кстати, я так не спросил у Укса, что у них там с Шанди получилось. А, что-то получилось. А, нет, он скиндис зажигает. Ах ты хулиганистая мерзопакость. Ах ты же батюшки. Прикольно. Так, что у нас, получается, осталось. Во-первых, недособранные аудиозаписи. Недобитые статуи дзиньяка, да? Что еще? Что еще? Джонин должен отжечь. Нет? А, он не умеет. Ну, тоже бывает. Ага, Кинзи тоже не умеет. Кинзи не умеет танцевать. Ох ты же, батюшки. А, нет, Кинзи умеет танцевать. Хотя, с другой стороны, с чего бы и не уметь-то? Жалко, конечно, остальных. Ну, я имею в виду Олега там. Кто там еще был? Слышь, ты кунг, лава, блин. Кстати, только сейчас что-то понял. Я все смотрю, думаю, что за прикид. Любитель Mortal Kombat. Так. Несобранные. Так, возвращаясь. Недобитые статуи, несобранные эти. Как их называют? Аудиозаписи. И, в принципе, всякие там ачивки, типа. Уменьши столько 100 инопланетян. Подними 100 инопланетян. Хочется ли это выполнять? Откровенно говоря, вообще никакого желания. Так что не буду этим заморачиваться. Если это конец сейчас. То есть совсем конец. Что меня немножко удивляет. Потому что они танцуют, конечно. Но никаких субтитров нет. Какая-то странная концовка. А, и этот тоже. Ну, давай, давай. Жги. А кто еще? Ой, нет. Да ладно, вы серьезно? Да, учитывая, что Миша президент танцует с его черепушкой. Это вообще странно выглядит. Но дело даже не в этом. А, вот субтитры пошли, наконец-то. Я уж думал, сейчас все пойдут. Ну, все, кто тут был. Я имею в виду все напарники и так далее. Ну, что можно сказать про эту игру, как обычно. В конце же надо что-нибудь говорить. Ну, во-первых, немножко неправильное расположение миссий. Потому что, как видите, я, например, лично поломал к чертям собачьим все прохождение. Потому что я выполнял миссии, которые, по сути, должны были бы выполняться при появлении новых участников. Да, то есть какие-то там развлечения с дженки, как я понял. Беготня в костюме. Это кинзевская тема. Еще что-то. Ну, то есть как бы это все должно было выполняться в процессе игры и с появлением новых напарников. Но этого не было. Можно было просто их выполнять, не заморачиваясь. То есть на ачивке. А в итоге оказалось, что это допки у персонажей. И это немножко сбило. Вот этот момент не понравился. Дальше, ну, немножко, конечно, очень порадовали сверхспособности. Тут без вопросов. Это очень здорово. Правда, они, опять же, нивелировали просто к чертям собачьим. Нивелировали огромное количество функций игры. Ну, то есть скажите мне, нахрена при супербеге и суперполете какие-то там машины, мотоциклы и так далее. В общем, автомобили. Они нахрен не нужны. В принципе, вообще. То есть зачем? Ну, в общем, загадка. Танки, опять же. То есть к черту и мать уничтожили весь автопарк. Ну, напарники все так же имбовые. Прокачка все так же имбовая. То есть при таком тщательном... Хорошая фотка. Вот это вот. Вот это. Прокачка все так же имбовая. То есть при таком достаточно щепетильном подходе именно к прокачке персонажа, ты в итоге становишься просто имбой. Точнее, даже не так. Не то, чтобы имбой... Какой-то странный имбой. То есть потому что, например, финальные миссии, ну, вы видели, да? Вроде бы тебя и убивают, но ты все равно успеваешь как-то увернуться, убежать. Хотя несколько раз было видно, что, по сути, там было... Буквально там оставалось, как говорится, на пару процентов, да? Бабаха, до свидания. Но нет, этого не было. Вот. Из минусов, опять же, финальная миссия, которая очень затяжная, во-первых. Во-вторых, ну, как сказать, в ней нет ничего нового. Вот что. Схватка с Дзиньяком, ну, ну, что это такое, блин? Ну, большая хрень. Вообще схватки... Кстати, вот обратил внимание, схватки с боссами здесь вообще какая-то беда. Вы вспомните всех, условно, ну, грубо говоря, боссов, которые тут были. Они же все какие-то такие... Ну, как сказать... Тут два варианта. Либо они просто чуваки с пушками, да? Которых нужно, грубо говоря, подловить там, да, и прибить. Либо они вот как Дзиньяк, да? Которые, ну, создают некий геморрой. Но, опять же, именно геморрой. Они не создают какого-то интересного момента. То есть, который бы тебе хотелось там раскрыть, расшифровать, там, понять, да, как это все делается. Нет. Просто геморрой еще. Вот так вот. Опять же, возвращаясь... Опять же, из минусов, ну, город тот же самый практически. Очень похож. Обследовать не очень интересно. Ачивки. Из серии. Убейте там 100 пришельцев. Поднимите 100 пришельцев в воздух. Высушите 100 пришельцев. Ну, блин. Серьезно, народ. Ну, я не знаю. Мне не очень интересно. Ну, ладно. Как я уже сказал. Гад. Гад. Че? Гад Рулс. А, дошло. Короче, да. Ну, они же машину времени взяли. Пошли они отжигать, я чувствую. Это Нерон, судя по всему, да? Который спалил Рим. Ага. Кинзи. Эджкинзи пошла к пещерным людям развлекаться. Забавно, забавно. Ну, да, действительно. Такие отморозки с машиной времени много чего натворить могут. Особенно учитывая, что земля все равно уничтожена. Так какая хрена разница? Можно много чего наколобродить, а потом все это поправить. Так, а вот это интересно. Че-то знакомое, но... Что он предлагает? Life. Ё. Блин, не пойму, что там написано. Хм. Вот. Ну, а из плюсов, из плюсов. Из плюсов можно назвать только один, который к хренам к черту и бабушке перевесить все остальное. Это настроение игры. Оно веселое. То есть, если не слишком засиживаться... Вот я, например, сейчас, например... Я уверен, что я сейчас ворчу еще потому, что я слишком долго сидел в нее сегодня и играл. То есть, она меня просто начала немножко... Она меня начала утомлять. Я действительно очень долго сидел и играл. Вообще, финальная видеозапись, скорее всего, получится просто звездец какой-то длинный, как мне кажется. А может и нет. Ну, посмотрим. Посмотрим. Как-нибудь там смогу, я думаю, попилить, подвигать. Ну, поглядем, смонтируем что-нибудь. Посмотрим. Вот. А так, настроение игры. Крайне легкое. Веселое. В большинстве случаев, в большинстве. Вот. То есть, какие-то вещи реально бесят. Те же дженки, например, которые меня, например, просто выморозили до невозможности. Надоел до смерти. Просто надоел. А его все равно пихают и пихают и пихают. О, а это леди Годива, судя по всему. Он там с голой жопой. А, это динозавр. Веселяться, смешно. Вот. Саинц. Логично. Вот. Да, в общем-то и все. Разнообразный выбор оружия. Но вот здесь, кстати, есть одна странность. Вы обратили внимание, что денег не особо-то и хватает, честно говоря, на все эти пушки. И как-то заморачиваться с их добычей не особо-то и хочется. По-моему, в прошлой части, когда я хотел, ну, когда я решил сапгрейдить все, у меня это как бы получилось по ходу игры. Мне не нужно было бегать и вытягивать с помощью телекинеза из людей деньги. Мне не нужно было это делать вообще. Я просто как бы захватил все локации, да, то есть заполучил все деньги и через какое-то время я все прокачал. Это было встроено в игру процесс. А здесь, получается, процесс немножко из игры, так сказать, от... Ну, так сказать, немножко от игры отходит. То есть нужны какие-то дополнительные усилия. Ну, тоже, скажем так, минус. Ну, ладно. Вот тут нам уже начали показывать давно уже, судя по всему, фотки, наверное, разработчиков. А, вот она, любительница Дженки. Вот из-за нее он появляется. Зараза. Он в футболке стоит. Ну, что, на очереди Готов Хэлл. Посмотрим, что там будет. Я, в принципе, Готов Хэлл немножко видел прохождение у этого. Совместное прохождение помидорки за решеткой Купленова в свое время. Не скажу, что мне дико понравилось, как они играли. Собственно, вообще удивило то, как они играли. Вот. Много чего пропущено. Ну, мы не такие. Мы будем все проходить тщательно. По возможности. Но не слишком. Посмотрим, как реализовано. Что там напридумывали. Потому что одно дело... Как это? Лучше один раз увидеть. Нет, не так. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И лучше самому поиграть, чем пелиться. Это точно. И, собственно, насколько я помню, там у Science Row продолжение выскочило. Надо будет его потом приобрести, как Готов Хэлл пройду. Но это пока еще в далеких-далеких планах. Вот, собственно... О, это Олег, да? Точно, это Олег там. Вот, собственно, и все, наверное, что я бы... Что я могу на данный момент сказать. Потому что мой... Я действительно просто утомился от этой игры сейчас. Зря. Надо было оставить последнее прохождение. Ну, за хрен с ним. Так, что еще, что еще? Оружие сказал. По поводу машин. По барабану вообще ими не пользовался. По поводу сложности игры. Ее, как таковой, особо нет. Вот. Правда, я играл на Нормале. Не на трудно. Или... На какую там сложности я играл? А хрен его знает. По-моему, на Нормале. Да, не важно. В общем, в принципе... За вычетом каких-то... За вычетом боссов, по сути, игрушка норм. То есть, поубивать время, повеселиться, расслабиться. Это вполне... Очень даже подходящая вещь. Опять же, тут есть совместный режим. Вот. Я, к сожалению, себе напарника на него не нашел. Ну, да и, как говорится, хрен-то с ним, ничего страшного. В конце концов. А чего хотите? У канала 20 подписчиков. Вот. В совместном режиме, насколько я знаю, играть гораздо веселее в это. Но, как мне кажется, здесь будет та же проблема, что и у Dying Light, что и у Dying Light, что и у Dead Space. Они знают там. Да и у большинства, на самом деле, таких игр, у которых есть возможность проходить сюжет толпой. А проблема заключается в следующем. Игрушка становится абсолютно несложной. Просто. Вообще не. Вот представьте, что со мной бегал бы адекватный и, ну, как сказать, более или менее адекватный и живой человек. И даже компьютерные напарники, я прошу обратить внимание, в этой игре, они, в принципе, достаточно сильны. И действительно оказывают какую-никакую хорошую поддержку. А теперь представьте, что у тебя еще и на... что с тобой еще и живой человек-напарник бегает. Вообще, по-моему, проблем не было. Правда, вот интересный момент, как бы они реализовали это прохождение с точки зрения, например, финальных миссий, тоже вдвоем проходили бы. А с другой стороны, почему нет? В Гетов Холме, насколько я знаю, там все вдвоем проходится, безо всех разделений. Видимо, тут тоже так можно. Но это, по-моему, тогда было бы вообще читерство. То есть, игрушка и так не слишком сложная. А вдвоем? С другой стороны, было бы гораздо веселее. Тут, да, тут не поспоришь. Веселье бы перло, как говорится, из всех щелей. Блин. У меня уже реально бла-бла-блятор заканчивается. Запас слов. Блин, вот у меня все гложет мысль, что я там дзиньяковские статуи не все доломал. Ведь откровенно, в игре делать осталось нечего. Только доламывать статуи и дособирать эти аудиозаписи. Честно, неохота. Вот сейчас уже вообще неохота. Уже не хочется. Делать какое-то отдельное видео на этот счет. Да тоже не особо. По-моему, в принципе, все есть. Только уж поугарать совсем. Типа, не знаю, там в разных костюмах херней пострадать и так далее. В костюме Супермена, не знаю, там полетать и всякое такое. Ну, блин. Не, а нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг. Жалко, конечно, что здесь не добавили в итоге способность летать в самом конце. Я чего-то такого, честно говоря, немножко ожидал. Думал, что в конце там сделал вообще типа Супермена. но, чего нет, того нет. А вообще, конечно, я вот так сейчас думаю, а ведь при всем этом гигантском разнообразии игры, по сути, для прохождения игры оно вообще ведь не нужно, если подумать. ведь, то есть, допустим, даже если вы будете играть вдвоем, ну, надолго вам хватит этого угара. В какой-то момент просто надоест. Попробовать все пушки кличко всему привыкаешь. Переодеваться, ну, вы видели, тоже не особенно цепляет. Моменты с тем, чтобы там со всеми спать, ну, вот это, конечно, да, повеселило, особенно когда ты как мужик приставишь к мужикам, девушка к девушкам, ну, блин, конечно, да, это странно. Я вот к Дженни Гету не приставал в образе мужика. Не, нафиг, нафиг, нафиг. Будем считать, что к нему приставал девушка. Все, не надо, не будем доводить до такого. Итак, всех со всеми остальными натворил делов. Так. Ну, все, наверное, что ты еще скажешь. Ждем окончания субтитров, вдруг там в конце что-нибудь еще какой-нибудь зажигательный танец создали. Мне даже интересно, что это за очкастый чувак на ручках у другого чувака. О-о-о-о. Интересная подборка музыки под конец. Твою-то мать. Надеюсь, не окажется, что эта музыка запрещена для прослушивания на ютубе. Блин. Да нет, уж вряд ли. Ее в таком количестве уже фильмов крутили и так далее. Ну ладно, посмотрим. Если да, то я даже не знаю, что делать. Ммм. Попробую как-то переделывать. Ммм. 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 Ждем окончания титров, потому что у меня запас слов просто откровенно кончился. Я вот знаете, сейчас так сижу, думаю, а ведь действительно про эту игру по сути и сказать-то нечего. Ведь тебе просто дают продолжение приключений героя, в котором ты, ну скажем так, немножко прикипел. Единственное, конечно, то, что тут Джонни в итоге вернули, это да, это прикольно. То есть все-таки, несмотря ни на что, его вам возвращают. Это здорово. Это здорово. Вот. Но по сути это единственный момент. Чем-то напоминает принцип, знаете, книжек из серии, когда тебе дают какого-то героя. Вот с ним приключения продолжаются и продолжаются и продолжаются. И уж вроде, и в какой-то момент ты уже даже замечаешь, что писатель явно в выдохсе и что уже, ну придумать-то он уже ничего не может. Ну что там еще может человеком случиться? Да ничего, жили дальше, они долго и счастливы. Вот. Вот здесь тоже. Я немножко даже боюсь играть в God of Hell, потому что, несмотря на то, что я видел прохождение, не все, не целиком, но все-таки я вот думаю, как оно мне зайдет, если я так же буду его проходить. Ведь мне, с одной стороны, очень хочется пройти, ну максимальное количество того, что есть, то есть всякие допнисти и так далее, несмотря, я буду плеваться, я буду ругаться, я буду материться, там, орать, да, там, что мне это не нравится, что это не хочу, но я буду их проходить, потому что, ну хочется, и потому что я могу, вот. Понятно, что не все ачивки получу, потому что по некоторым просто тупо неохота заморачиваться, вот, что-то просто слишком сильно не нравится, слишком не очевидно для прохождения, ну, то есть, знаете, из серии, например, там, сотню пришельцев уменьшить в размере и затоптать, ну, как это, хочется спросить, а пардон, а нахрена? То есть, ладно, там, 10 пришельцев, да, вот, как есть, вот, такие, знаете, мелкие ачивочки, думаю, что норм, но сотню-то зачем, тем более, мне не нравится эта способность уменьшения и затоптывания, откровенно говоря. Большой финал пройдено. Фу, заранделся до конца все-таки, на личность. Заметьте, тут тоже ранг дают. Прикид Железный Святой. Подождите, он же у меня уже был. Силовая броня. Ох, ничего себе, а воспользоваться? У меня эти день и ночь с машиной на судне, ну, это ладно. Разум и святые. Так и знал, что в конце что-то еще будет. Когда творение и история ушло в прошлое, святые вспомнили слова Дзиньяка. Со всеми покончено. Трудно сказать, ваше величество. Дзиньяк их долго собирал. Вот так, друзья мои, я впервые встретилась со святыми. А, Джейн Остин. Глюк, конечно, с рукой прилипший, с головой прилипший у него к руке, это что-то запредельное. Получение достижения императора. Поздравляем, победили Дзиньяка и захотели власть в империи Дзинь. Стимуляция стилпорта все еще доступна для прохождения испытаний и выполнения полученных заданий. Я не успел прочитать, чтоб тебя. зараза. Так, ну что, товарищ, повиняться снова. Ну, блин. Я не хочу, честное слово. Просто не хочу. Ох, ничего себе, 80 тысяч подарков. О, улучшения? Какие улучшения? Транспортные средства. А, силовая броня, продолжительность. Адка она на время вызывается. Ну, вот это, издевательство, ребят. Ну, а зачем? Сейчас-то мне это на кое сдалось. Тошность и силовую броню. Взять с собой что-нибудь перекусить. Силовая броня, разгон. Часть парковых защиты держится быстрее. Хм. Силовая броня, разгон, два. Еще быстрее. Еще быстрее. Все? Эй, а что ты не двигаешься? С напарением. Слегка уменьшает стоимость. Ага. А, ну мне еще и денег сейчас не хватит, да? Ну, класс, блин. Ну, вы издеваетесь, а, сволочи. Ну, зачем так делать? Так, а где у меня народ тут? Куда все подевались? Так, это у нас Шаунди. Поговорить, переспать, это понятно. Тут вообще что-то поменялось, мне интересно. Что-то я могу здесь? Так, это у нас, кстати, ты никак. Фух, слава богу, он не изменил своим принципам. Так, тут по сути ничего не изменилось, да? Все так же сидят на своих точках. Тут у нас Гет, нет, Гету я приставать не буду. Отстаньте, противные. Даже и не просите. Так, а что-то поменялось в самой этой симуляции? Я вот не совсем понял, где на корабле что менять надо. Так, я сказал, что вы можете менять с корабля день и ночь. Давайте заглянем в симуляцию. Напоследок немножко тут еще погуляем. Пошли сюда. По-моему, оно же должно быть фиолетовое. Уже сейчас. Учитывая, что мы все захватили. Ну все, мистер президент теперь настоящий мистер президент. Так, сколько мне на денег? Транспортные средства, да? Так, цена парения 40 тысяч. Ой, дохрена нужно. Так, а как это вообще работает? Телефон, бронекостюм. Что-то еще появилось. Укс-шаунди, по-моему, святых, Таня, подмога, Генки. О, кстати, давайте-ка переоденемся. Только вопрос где-то ближайшая переодевалка. А-а-а, бу-бу-бу-бу-бу. Вот здесь. Я не уверен, но, по-моему, он стал взлетать гораздо выше. Вам не кажется? А-ну-ка. А-ну-ка. Хм, и что, и всем пофигу. Я тут главный. Полиция больше на меня не кидается. Так, мне стал что есть какой-то наряд. Бывший зэк. Девушка. Нет, зерно-мошенники. Нет, это все не то. Блин. Стратегическая смесь. Ух ты ж, батюшки. Винтаж, стиль кинга. А-а-а, мужика, значит. Страплес, вондер, ужас какой. Стимпак, это пикчур. Масхи, бездельник, хилбит. Король декеров. Так. Минуточку. А, может, это? Нет. Так. Мне, в принципе, вот эта штука понравилась. Хе-хе-хе. Повасть. Костюмы. Вот. Нет. Подождите, а где же он сказал, что появился этот? Или его вызвать можно? Это не то. А, Нет. Тоже не то. А, вот железный связной. А, железный святой. Во. Будем так бегать. Раз пошла такая пьянка. Угу. А, нет. А, На меня все-таки реагируют, да? То есть народ все-таки так немножко обижается на то, что я делаю. Пока. Э, а вы откуда здесь взялись? Эм. Да, ребята, я вообще-то ваш король. Вы что, охренели что совсем? А, пошли догоним этот гребаный снич. Ну, в принципе, да, понятно, зачем это делается. Сказать, чтобы закончить оставшиеся миссии. Не особо заморачиваться. Ну, ладно. А, стоп, вызвать костюм. Да, давайте попробуем. Так. Телефон. Ну, да, 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 конечно. А, эфрукопашный бой. А где время? Интересно. Хм. Ну, в целом, ладно. Только я это не совсем понимаю, как из него выбраться. Угу. Ну, подъем достаточно тяжелый. Ну, ладно. В общем, это тот же самый костюм, каким он был, безо всяких, так сказать, дополняшек и так далее. Здесь ничего не поменялось. Здесь все тот, те же самые люди. В плане сил все тоже без изменений, наличность и так далее. Ну, все, короче, давайте сохранить игру напоследок. Кулаком по акуле. 98%. Блин, слушайте, неужели действительно вот этот вот укс мешает сейчас, а? Ну, ладно. Пофигу. Короче, на этом мы заканчиваем похождение в Science Row 4, потому что просто уже надоело и пора готов в хелл проходить. Фух. Ну что, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Всем вышеперечисленным и вы мне очень сильно поможете. Ссылка на плейлист, на поддержку к обычным саймам под видео. Ну, пока, всем пока-пока и до встречи в следующем видео, где мы начнем уже Science Row Get Off Hell. Проходить, буянить и так далее, осваивать и все остальное прочее. Ну, а пока, всем пока-пока. и счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok